Привет, друзья! Сегодня продолжаем дегустировать пиво украинского производителя. Рад представить вашему вниманию тернопильскую пивоварню «Опильля». Почему «Опильля»? «Ополье» – это западная часть подольской возвышенности в пределах Львовской, Ивано-Франковской и Тернопольской областей Украины, преобладанием высот 350-400 метров. Известная на галичине тернопольская пивоварня «Опильля» ведет свое начало с середины XIX века. Построена она в 1851 году в местности, которая называлась Провалиха и была далеко за городом. Это была первая в Тернополе большая пивоварня. Жители города так и говорили пойти на Провалиху, имея в виду сходить на пивоварню. Одним из первых владельцев пивоварни был Самсон Голденберг. С открытием пивоварни Провалиха стала одним из любимых мест отдыха горожан. Пивот тут продавали прямо из пивоварни по дешевой цене и сразу же принимали бутылки назад. Национализировали пивоварню в 1939 году. В своей истории она претерпела три реконструкции в 50-х, 60-х и 70-х годах прошлого столетия. Сегодня пивоварня «Опильля» производит пять основных сортов пива. Это жигулевская, фирменная, княжие, корифей и корифей нефильтрованные. Вашему вниманию представлю сегодня три сорта. Это пиво «Опильля корифей». Вот оно вот так вот выглядит. «Опильля» фирменная. И совершенно новое пиво, которое появилось на прилавках от Тернопской пивоварни, называется «Гайдамасское». Его еще нет даже на официальном сайте. Выглядит оно вот так. Итак, три светлых сорта пива. Перед дегустацией хочу отметить, что все пиво-пивоварни «Опильля» производится без добавления мальтозной патоки, что, соответственно, является основным показателем живого пива. Мальтозная патока – это некий продукт, который получают осахариванием кукурузы и ячменного солода, ферментами с последующей фильтрацией сиропов и увариванием их до определенной плотности. Добавление мальтозной патоки в пиво ускоряет процесс дображивания, сокращая его в 3-4 раза. Собственно, период дображивания пива составляет от 3-4 до 6 месяцев, в связи с чем часто используются пивоваренными компаниями для повышения производительности в целях экономики. Многие ценители пива считают такое пиво с мальтозной патокой неправильным, поскольку оно сварено не по закону классического немецкого пивоварения. Буквально переводится как «закон чистоты», который был подписан 23 апреля 1516 года Вильгельмом IV, правителем Баварии. Дословно документ гласил «В дальнейшем повсюду в наших городах, на рынках и в деревнях ни в каком пиве вещи иные, чем ячмень, хмель и вода не должны использоваться и употребляться». Приступим непосредственно к дегустации. Первым продегустируем пиво «Опилля корифей». Данный сорт пива позиционируется в пивоварне как классическое живое пиво в Старой Европе, сваренное по традиционному рецепту поварского пивоварного закона 1516 года из солода, хмеля и воды. Посмотрим, что у него в составе. Состав «Вода», «Солод пивоваренный ячменный», «Ячмен пивоварный», «Хмель», «Дрожжи пивные». Этикетка нам говорит о том, что это действительно правильное живое светлое пиво. Изготовлено по господу 1999 года. Плотность его 11% и содержание спирта не менее 3,7 оборотов. Попробуем. Пиво пахнет хмелем. Имеет ярко выраженный хмелевой аромат. Как мы можем убедиться, пена у него высокая и плотная. Имеет оно золотистый цвет. Карбонизация довольно-таки насыщенная. Пузырьки довольно крупные. Пена устойчивая и плотная. Попробуем. Пиво имеет солодовый и хмелевой вкус с умеренной горчинкой. Причем эта горчинка хорошо выражена. Как по мне, светлое пиво, настоящее живое, должно иметь именно такую горчинку. Я бы не назвал это пиво мягким. Пиво варится в пивоварне по старой классической технологии. И дозревает в подвалах под землей. Где всегда стабильная температура в плюс 1, плюс 2 градуса. Процесс брожения данного пива длится 7 дней. Отображивание 11 дней. Срок реализации пива 30 дней. Данному пиву я поставлю оценку 7 из 10. Следующий претендент пиво Апилля фирмовый. По поле фирменный. Это тоже светлый сорт пива. Позиционируется пивоварне как настоящее живое пиво. Премиум класс. Густой, с легким винным послевкусием и приятным ароматом. Что у него в составе? В составе вода, солод пивоварный ячменный, крупы рисовые, сахар белый, хмель и дрожжи. Абсолютно точно так же. Срок реализации данного пива 30 дней. То есть оно живое. Плотность у него 16%. Содержание спирта не менее 5,7 оборотов. Попробуем. Это оно точно так же, как и предыдущее. Запах немногим менее выраженный. Данное пиво имеет абсолютно соломенный, такой золотистый цвет. Оно по свету еще светлее, чем предыдущее пиво. Имеет очень насыщенный, длинную карбонизацию. Пенка устойчивая, густая. Попробуем. Данный сок пива имеет солодовый вкус. Сладость здесь очень ярко выражена, совершенно присутствует. Горчинки практически нет. Присутствуют некие винные нотки. Процесс брожения данного пива длится 10 дней, отображивания 50. То есть пиво довольно-таки крепкое, довольно плотное, но имеет совершенно светлый, золотистый цвет. Пиво. Пиво. Опиля фирменное. Мне понравилось больше, чем опиля корифей. В нем чувствуется некая такая выдержанность, некая... Не зря оно называется фирменное. Фирменность здесь присутствует, как таковая. Пиво, этот сорт более интересен. По 10-банной я ему поставлю 9. Перейдем к следующему претенденту. Итак, пиво Гайдамадское. Пиво Ампиля Гайдамадское. Сварено точно так же без мальтозной патоки. Плотность этого пива 12%. Содержание спирта не менее 4,5%. Что же у него в составе? На составе у него вода, солод пивоварный, ячменный, ячмень пивоварный, крупы рисовые, сахар белый, хмель и дрожжи пивные. Точно так же это пиво является 30-дневным. Оно живое, светлое. Давайте попробуем. Несмотря на то, что пиво фирменным, в составе тоже есть рис, но там он практически не чувствуется во вкусе. Здесь же пиво пахнет именно рисом. Рис и солод. Хмеля абсолютно не чувствуется. Давайте попробуем. Как мы можем видеть, данный сорт пива тоже очень светлого цвета. Карбонизация у данного пива самая низкая из всех претендентов. Соответственно и пена не очень густая. Попробуем его на вкус. Скажу вам так, в этом пиве явно не хватает карбонизации. Такое ощущение, что оно абсолютно безгазовое. Не могу сказать, что этот сорт пива мне нравится. У него нет ничего отталкивающего. Ну и нет ничего такого, чтобы могло его выделить среди других претендентов сегодняшних. Такое ощущение, что это выдохшееся пиво. И в нашем сегодняшнем рейтинге оно получает третье место и 5 баллов по 10-ти бальной системе. Итак, сегодня мы продегустировали три сорта светлого пива. Тернопольская пивоварня Пилля. Что можно сказать? Что это сваренное по традиционной технологии пиво без добавления каких-либо химических ингредиентов. Все составляющие этого пива натуральные. И посему пивоварня Пилля имеет большую популярность среди любителей пива в Украине. Данная пивоварня одна из немногих в Украине, которая использует только натуральные ингредиенты и варит только живое пиво. Единственным недостатком данного пива, считаю, отсутствия какой-либо оригинальности. Но как можно продавать в наше время пиво в бутылке советского образца? Мой совет пивоварни Пилля. Сделайте красивую оригинальную бутылку, сделайте красивые этикетки, заплатите деньги хорошим дизайнерам, хорошим маркетологам. И ваше пиво, учитывая его вкусовые качества, может вырваться в лидеры. Вложив совсем немного денег в имидж вашего пива, у вас сразу же прибавится куча новых клиентов и почитателей. Потому что потребитель в первую очередь смотрит на лицо товара. Если бутылка ему понравилась, если этикетка ему понравилась, он естественно возьмет и попробует это пиво. Если будет стоять бутылка Пилля, вот такая вот незрачная, некрасивая, а рядышком с ней будет стоять пиво другого производителя, у которого будет оригинальная бутылка, красивая этикетка, человек всегда возьмет то, которое красивое. Дизайн, конечно, на два. Содержание очень хорошее пиво. Сколько стоит данное пиво в Украине? Вот, не буду врать, покупал его сегодня. Значит, пиво Пилля Каревпей стоит 13 гривен 56 копеек. Это на американские деньги порядка 60 центов. Пиво Пилля Гайдаматская стоит 15 гривен 24 копейки. Это 65 центов на американские деньги. И пиво Пилля фирмовое, самое дорогое. Оно стоит 18 гривен 18 копеек. Это практически 80 центов. И в данном случае цена на это пиво абсолютно оправдана. Потому что оно действительно вкусное, оно действительно оригинальное. Оно является победителем в сегодняшней дегустации среди трех сортов пива Пивоварни Апилля. Пейте хорошее пиво. Пока, ребята. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok